добрый день дорогие друзья сегодня я предлагаю вам вместе со мной связать вот такой большой красивый снуд длины он может быть абсолютно любой он круговой и закрыт собственно трикотажным швом поэтому шва практически не видно вот и для работы нам с вами понадобятся круговые спицы вот такие у меня деревянные у вас могут быть любые номер пять спица для кос я использую вот такую чулочную спицу можно взять специальную спицу для кос тут разницы особой нет для закрытия пригодится трикотажная игла трикотажная она вот с таким тупым носиком поэтому она не протыкает волокна и я еще использовала маркеры отделяла ими вот собственно эти косички ну давайте приступим к работе итак для начала бросовой нитью набираем цепочку из 82 воздушных петелек кому как удобно кто как умеет я вот так это делал 82 петельки и так набрали теперь бросовую нить можно отрезать так вот у нас получилась цепочка берем спицы основные и основную нить и теперь мы будем набирать петельки как видите цепочка у нас имеет две стороны одна вот косичка а вторая вот такие перемычки вот из этих перемычек мы теперь должны будем набирать петельки прям в перемычку я ввожу рабочую спицу и вытягиваю петлю и так из каждой перемычки всего мы должны набрать 80 петель можно помогать себе крючком если не получается спицами сразу меня вроде пока получается и так вот я провязала 4 ряда лицевой глади и теперь с этого ряда мы начнем вывязывать рисунок далее раппорт рисунка я буду отчитывать именно от этого ряда для начала кромочную мы провяжем лицевой затем нам понадобится дополнительная спица я не буду использовать спицу для кос поскольку она достаточно короткая я возьму вот такую укороченную чулочную и на ней я думаю будет удобнее потому что нам сейчас нужно снять целых 8 петель 8 петель и мы снимаем на дополнительную спицу перед работой у нас такая достаточно объемная коса будет с двух сторон от снуда так вот я сняла оставила перед работой спицу и далее провязываю 8 лицевых петель так теперь петли с дополнительной спицы я также провязываю лицевыми дальше я вижу 38 лицевых петель и между косами у нас будет просто лицевая гладь то есть с обеих сторон от снуда будут пока большой такой толстой косе и между косами будет просто лицевая гладь так дальше мы повторяем перехлёст который был в начале ряда то есть теперь я беру дополнительную спицу переснимаю 8 петель на дополнительную спицу перед работой как далее вяжу 8 лицевых далее петли с дополнительной спицы провязываю тоже лицевыми и оставшиеся 9 петель я тоже вяжу лицевыми вот этот ряд перехлёстами мы его практически довязали кромочную то есть я тоже вяжу лицевой как я уже говорила до в самом начале что кромочная мы вяжем по рисунку чтобы формировать узелковый край мне кажется в снудах узелковый край смотрится лучше всего так вот и все на этом ряд с перехлёстами я связала следующее получается 13 рядов мы вяжем лицевой гладью то есть в изнаночность в изнаночном ряду мы вяжем изнаночные петли все в лицевом ряду все петли вяжем лицевыми и так 13 рядов и так следующий ряд с перехлёстами вяжем начинаем с 9 лицевых петель то есть вместе с кромочной вяжем 9 лицевых 789 затем между спицами выводим рабочую нить вперед берем дополнительную спицу и снимаем 8 петель на дополнительную спицу располагая и и за работой вот так далее провязываем 8 лицевых и петли с дополнительной спицы также провязываем лицевыми так все перехлёст сделали дальше вяжем 38 лицевых петель и затем опять делаем такой же перехлёст то есть рабочую нить выводим между спицами вперед снимаем 8 петель на дополнительную спицу располагая спицу за работой вот так провязываем 8 лицевых когда у меня в конце ряда косая остается вот так вот на спице 1 кромочная чтобы она не убежала я ее обычно вот так вот подсаживаю на дополнительную спицу это такой вам секретик моего вязания так далее с дополнительной спицы петли вяжем лицевыми и соответственно кромочную которая теперь у меня нам дополнительной спицы тоже я провязываю лицевой и все на этом ряд с перехлёстами закончен это был второй ряд с перехлёстами и дальше мы по аналогии с предыдущими рядами вяжем опять 13 рядов лицевой глади и после этого начинаем вязать рисунок от начала то есть ряд с перехлёстами 1 13 лицевых рядов ряд с перехлёстами 2 13 лицевых рядов говоря 13 лицевых рядов я имею 3 на виду 13 рядов лицевой глади то есть лицевых рядах лицевые петли в изнаночных рядах изнаночные петли все получается сколько у нас 28 рядов раппорт узора и таким узором мы вяжем нужную нам длину снуда у каждого она может быть своя кто-то может хочет в один оборот я хочу в два оборота когда я свяжу я скажу сколько раппортов я связала чтобы вы могли ориентироваться и так после того как мы связали нужную длину мы провязываем второй перехлёст и после него вяжем еще 8 рядов лицевой глади то есть в изнаночных рядах это изнаночные петли в лицевых рядах это лицевые петли после того как связали закончим мы на лицевом ряду то есть провязываем лицевой ряд после этого мы нить можем отрезать оставляем достаточно длинный конец для того чтобы можно было сшить оба конца и теперь мы должны найти наше начало сейчас я попробую это аккуратно сделать аккуратно выравниваем чтобы ровно было не скрутилось полотно когда вы смотрите потому что сейчас мы будем спускать петли чтобы нам было удобнее это сделать так вот нашли начало факт в чем у нас должно быть концы спицы если это круговые спицы если это двухсторонние какие-то спицы на таких длинных наверно не бывает то без разницы а у круговых именно спиц вот у меня одна круговая вот вторая концы должны смотреть в одну сторону то есть я сейчас вот так должна снять петли но когда я их буду распускать соответственно они у меня вот с этого края начинаю распускать потому что ниточка будет распускаться хорошо цепочкой с этого края поэтому знаете как я сделаю я спущу сначала все петли а потом аккуратненько их поймаю вот на эту спицу чтоб концы смотрели в эту сторону ну давайте пробовать где у меня ножницы просто теперь мы бросовую нить снимаем очень аккуратно что петли не убежали если вдруг убегут можно крючком их потом обратно поймать ну как бы провязать еще раз да потому что если учесть что мы сейчас будем распускать вот так то петли конечно могут убежать так вот смотрим да легко распускается достаточно хоть у меня и борсистая нитка бросовая но распускается достаточно хорошо так все все распустила я и теперь аккуратненько ловлю петельки на спицу можно в принципе взять вторую пару спиц круговых даже не обязательно этого же размера потому что нам главное спица у нас сейчас будет служить как держатель просто петель и так вот видите я сняла все спицы надела все петли надела на спицу и теперь можно сшивать то есть вот тот конец который мы отрезали длинный мы его продеваем в иголку лучше взять вот такую трикотажную с тупым кончиком потому что пряжа достаточно сильно слоится и начинаем делать трикотажный шов вводим иголку в первую петлю на передней спице я буду называть эту спицу переднюю эту спицу заднюю что было нам удобней в первую петлю и петлю видите я сразу сняла спицы затем вводим иглу в две первые петли на задней спице петли снимаем со спицы до затем мы вводим иглу в снятую петлю и в следующую петлю на спице в первую на передней спице то есть вас снятую петлю вводим углу и в первую петлю на спице то же самое проделываем в теперь у передней спице ввожу иглу в последнюю петлю в последнюю петлю с задней спице вводим иглу в последнюю снятую продеваем и в первую петлю на спице вот я ее сначала сняла как видите потом продела чтобы было удобнее потому что когда снимала петли достаточно туго они снялись затянула и дальше все то же самое проделываем теперь у передней спицы ввожу иглу в последнюю снятую причем с лица на изнанку чтобы стежок получился за ну то есть с изнаночной стороны и с изнанки на лицо в первую петлю на спице так то же самое проделываем с задней спицы ввожу в последнюю сняту тут уже с изнанки на лицо иглу и с изнанки на лицо ввожу в первую петлю на спице ее снимаю эту петлю со спицы так и так далее с лица на изнанку с изнанки на лицо ввожу в последнюю снятую и в первую на спице вот тоже кстати я сказала с изнанки на лицо с лица на изнанке в снятую петлю ввожу в последнюю снятую и с изнанки на лицо ввожу в первую петлю на спице чередуя переднюю и заднюю спицы соответственно петли как только я протянула через них нить можно снимать так с лица на изнанку в снятую с изнанки на лицо в первую петлю на спице так задней то же самое с лица на изнанку снятую вот она последнюю снятую и с изнанки на лицо первую петлю на спице и так далее мы делаем шов сильно нить не затягиваем вот вот этот шовчик вот он получается плохо видно вот он получается сильно не затягиваем иначе он получится видите я уже затягиваю то что на камеру неудобно и он такой поменьше получает но вы сильно не затягивайте и так вот у меня осталось уже чуть-чуть если трикотажный шов вам не дается совсем потому что я понимаю что трикотажный шов это тяжело мне он тоже дался не сразу тогда просто закрываете и сшиваете ну трикотажный шов конечно намного выигрышнее смотрится потому что снуд получится без начала и без конца он со всех сторон будет одинаково за счет того что я еще рассчитала количество рядов у нас получится как будто бы мы ничего не сшивали и это здорово можно также другие ролики посмотреть возможно кто-то более понятно объясняет как делать трикотажный шов на лицевой глади в общем старайтесь и все получится так вот последние петельки у меня остались собственно тут все то же самое я делаю вот так вот так и еще раз можно закрепить и все конец я прям не буду отрывать снимать иголочку я щас конец вот сюда в край спрячу и все собственно прячем кончики и на этом наш снуд готов вот такой получился огроменный с двумя косичками огроменными по краям красивый теплый у меня получился в два оборота у вас я не знаю по вашему желанию можно и в один оборот он очень красивый получается в любом случае ну все спасибо за внимание надеюсь вам все было понятно пока пока